Две пленарные недели и множество нерешенных вопросов. Нардепы возвращаются в сессионный зал. С планами традиционно определялись на согласительном совете. Хотят, например, заслушать отчет все еще главы НБУ Валерии Гонтаревой. При каких условиях она появится на трибуне под куполом? И что еще может возникнуть на повестке дня? Подробнее в материале. У нардепов впереди две пленарные недели и стопка законопроектов, которые направили из комитетов. Дни заседания решили поделить на тематические блоки. К примеру, завтра намерены заняться вопросами правоохранительной деятельности и внести изменения в законно-государственном бюро расследований. Рассмотрят вопросы интеллектуальной собственности. Будет, возможно, и кадровый день, если фракции договорятся. Выйти в расследование, не имея позиции фракции, не имея позитивного решения, это, фактически, дать негативный результат, борцовую дискуссию, которая будет безрезультатной. Дискуссии продолжаются. Я надеюсь, что до четверга эти дискуссии будут завершены. Я рассчитываю и надеюсь, что в четверг мы сможем перейти до хотя бы частини тех кадровых вопросов, которые стоят на порядке данного Верховной Ради Украины. Мы требуем, первое, звезда Гонтаревой расы. Она должна быть в зале Верховной Ради и рассказывать украинскому суспильству, почему она особо обвалила курс украинской гривны с 12 до сегодняшнего числа 26. Она это сделала, сведомо. Она должна объяснить, чем она занималась с квитня месяца минулого года, по сегодняшний день. Кадровые вопросы – это не только Гонтарева, но и назначение членов ЦИК, счетной палаты и омбудсмена. Кого увольнять, а кого назначать и когда, в один день или нет, остается главным предметом обсуждения. Дискутируют нардепы о законопроекте о нас в безопасности. Сейчас профильный комитет экстренно готовит его к рассмотрению в зале. Делегация блоку Петра Порошенко «Солидарность» только что повернулась с Вашингтоном. И одна из самых важных встреч в Пентагоне, где мы как раз проговорили закон про национальную безопасность Украины. Это очень важный закон, который не только вводит гражданский контроль над силами, но и который также очень мощно просует и увеличивает эффективность нашей оборонной деятельности, эффективность нашего сектора безопасности и обороны. На самом деле, правильнее было бы назвать этот закон про военную безопасность. Потому что там выключены критерии военной безопасности. Национальная безопасность – это значительно шире понятие. Это и экологическая безопасность, и продовольная безопасность, и энергетическая безопасность. Ничего этого в законопроекте президента нет. Поэтому мы предлагаем им поправки. Закон о нас в безопасности должен, в том числе, приблизить Украину к стандартам НАТО. О членстве в перспективе и нынешнем статусе аспиранта в Раде говорили практически все фракции. На шляху до НАТО нас того ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, указанность закона про нацбезпеку, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предпочитает, что вступ к ЕС и НАТО и нашими стратегическими периодиками. Украинский стандарт начинается в первую очередь с поваги к солдатам. Я предлагаю, может, кто не в курсе, зайти в интернет и посмотреть, в каких условиях наши солдаты сейчас находятся на полигоне в широком лане. Это не просто гонба, это знущение. Что не меньше, я считаю, что на ближнюю пятницу, в годину вопросов к уряду, мы должны получить ответ от оборонного ведомства, не только, как оно доехало до такой ситуации, а какие будут заплаты вживаться, чтобы таких ситуаций не было надалее. Но не только выступления руководства Минобороны нардепы также требуют отчета ряда ведомств и инициируют отставку действующих руководителей. Проект постановления об увольнении Ульяны Супрун в Раде зарегистрировали. Но когда за него смогут проголосовать, остается только гадать. Это зависит от руководства парламента.